Всем привет! В этом видео мы послушаем очередную сказку «Снежная королева». Видео получилось достаточно длинным. Под видео мы оставим тайм-коды. Сначала мы послушаем сказку целиком, постараемся понять, о чем идет речь. После этого прочитаем за диктором предложение и посмотрим перевод, а также разберем интересные слова и приведем примеры с ними. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Здесь много полезного и интересного материала для изучения чешского языка онлайн. Если вам видео понравилось, поставьте нам лайк. Нам будет очень приятно. Итак, давайте послушаем сказку целиком. СНЕГОВА КРАЛОВНА В одном далекем месте жил chлаpec Kai и дівка Герда. Камарадили сполу уже от маличка и мели се величе ради. Бабица им каждое отполедное читала похадки. Одно дне им зацел виправит пребих о СНЕГОВЕ КРАЛОВНЕ. Кай и Герда на пяти послушали, как краловна прихази се зиму и е хладна как лет. Некди се діва до окоњ а на окоњі скла креслі захадне образце. Кай се касал, що се въбец не бојі. Но вечер, криш венку зацел падат првні сніх а он увидел в окне с нього білој пані, страхи скаменел. Немоњ од ні одтрхнут зрах а туго, ко си піхло в оку. Был то кузек дябелскењо зрцадла. Од те хвіле, якобы се в ням няко змінило. Вшехно добре се му звало хлупе а нич хо не бавило. Ани с Гердом уж си нехтћл храд. Одно дне го няко таћло на нямісті. Взал си теди сањки а утикал с ними к нямісті. Там увидел велке біле сање, з ктерих виступила сніхова краловна. Та лакала Каје, аби к ньі пришел біж. Полібила го на чело а Кај запомнел на сву нејмілејші Герду. Краловна го одвезла до крајни вејчнејо леду а снјеју. Герда марне чекала на Каје, але тен се длухо неозýвал. Почасе се го видала хледат. Никто о ням ниць неједјеј ани о ням неслишел. Якоби се по ням слехла зем. Којсек за мњстем поткала велкју черној врану. Та јі повједела, що јејіо Каје аси виділа а доведла ји до замку. В замку сице бидлил шлапец, але небијо то Кај. Герда принци виправила свјј пјіјеј. Принци ји вислехл а дал јі на цесту теплі боти, кабат а ко�јар. В леше пјепадли којар лојпејіци, але Герду захранила лојпејікоја дцера. Дівка била рада, що си ма с ким храд, але длухо јі то невидржело. Герда јі опјет виправила свјј пјіјеј. Холчіћце се јі зжелело а дала јі свејо соба. Герда се с ним видала на цесту. По няјаке добје се соб заставил а јекл. Оттуд уж мусиш јіјт сама. Я до ледовејо краловстві вступит несмім. Герда се хвіли бродила снјехем, аж увидела замек, поставенý з леду. Хвіли вјіјала, нещјешла довнитр. В целем замку била хрозна зима. Прохازела вшеми комнатами а в té нејвіјачі нашла каје. Герда мела великую радость а обжала его но он не познал Герде начали сочитать слзи с великого скламания Ей хоркет слзи пак розмразили Кайово ледовое сердце Кай се самим штестим за схледані се свого kamаратку розплакал З ока му přитом выпадл кузек дябелске зрцадла Нині уж над ним краловна неміла въбец жаднou moc Дети се сполећні вратили дому а вше добре допадло Кай а Герда си зазе храли а послухали бабиччини похадки, jako древ А тепер давайте прочитаем предложение за диктором и посмотрим их перевод В едном далекем місте жил хлапец Кай а дівка Герда В едном далеке місте это несовершеннолетний подросток мужского пола ПРИВИДЇОМ ПРИМІРЫ Шестнадцатилетій хлапец Шестнадцатилетій хлапец Нені уж преце малый хлапец Второе значение это когда мы имеем ввиду потомка отпрыска Народился їм хлапец Народился їм хлапец Третье значение это когда экспрессивно в разговорной форме мы обращаемся к мужчине РАДТЕ ВИДІМ ХЛАПЦЕ РАДТЕ ВИДІМ ХЛАПЦЕ Последнее значение это когда мы имеем ввиду мужчину, который находится в сексуальных отношениях с кем-то УШМА ХЛАПЦЕ УШМА ХЛАПЦЕ Камарадили сполу уж от маличка, а мили се велике ради. Камарадили сполу уж от маличка, а мили се велике ради. Камарадили сполу уж от маличка, а мили се велике ради. Камарадили сполу уж от маличка, а мили се велике ради. Кай а Герда напяте послухали, як краловна прихази се зимаў, а е хладна јако лет. Камарадили сполу уж от маличка. Камарадили сполу уж от маличка, а маличка, а маличка, а маличка. Камарадили сполу уж от 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 маличка. В этом предложении нам интересен глагол Данный глагол мы спрягаем по первому виду сражения чешских глаголов, которые оканчиваются на ад и ад. Наверху мы оставим ссылку, чтобы вы могли его повторить. КАСАЛ СЕ ПРЕДДЪВЧАТЫ КАСАЛ СЕ ПРЕДДЪВЧАТЫ КАСАЛ СЕ ПРЕДДЪВЧАТЫ КАСАЛ СЕ ПРЕДДЪВЧАТЫ КАСАЛ СЕ ПЕДДЪВЧАТЫ КАСАЛ СЕ ПОРСЯТЫ КАСАЛ КАСАЛ СЕ ПЕДДЪВЧАТЫ В данном предложении нам интересно наречие «ту». У него много значений. Здесь, тут. Когда мы что-то кому-то даём, вот тебе, вам, возьмите, возьмите. Вдруг, внезапно, скоро. Приведем примеры с данным на речи. В данном предложении нам интересны место имение «co си». Приведем его как «нечто», «что то». Давайте приведем примеры. «Посядь говорит, что нет времени» «а где си, что си». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В данном продолжении нам интересен глагол... Утыкать. Переводим его как... Бегать, бежать, идти, сторониться, избегать, спасаться. Спрягаем его по первому виду спряжения чешских глаголов, которые оканчиваются на ад и ад. Два тебе при видеом премьеры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Герда марне чекала на Кае, ale ten se dlouho neозýвал. Нам интересно на речи «марне». Переводим его как на праздна в посту по посту безболезна даром. Уж неколик днів марне домлувам. Уж неколик днів марне домлувам. Марне се покушел přестат куриць. Марне се покушел přестат куриць. Почасе се го видала хледат. Почасе се го видала хледат. Якоби се по ням слехла зем. Якоби се по ням слехла зем. Почасе се по ням слехла зем. Куриць. Почасе се спосил в роздану. Почасе се по ням слехла надзвихла на куху. В замку сице бидлил шлаpeц, но не был то Кай. В данном продолжении нам интересен союз сице. Переводим его как пусть, хотя, правда, а именно, а то, иначе. Давайте с ним приведем примеры. Сице се ми нехце, але пуйду. Сице се ми нехце, але пуйду. То је сице правда, але јен с части. То је сице правда, але јен с части. Герда Принц вислехл а дал ѝ на цесту теплые боты, кабат а кочар. Принц ѝ вислехл а дал ѝ на цесту теплые боты, кабат а кочар. В лесе пчепадли кочар-лупејици, але герду захранила лупејікова дцера. В лесе преподли кочар-лупежники, но Герду захоронила лупежникова дцера. Дивка была рада, что с кем хрят, но долго ей это не выдержало. Нам интересен глагол выдржет. Переводим его как пробыть, выдержать, вынести, перенести, стерпеть, выстоять, устоять, уцелеть, быть способным. Данный глагол мы спрягаем по третьему виду спряжения чешских глаголов, которые оканчиваются на id, ed и yet. Наверху мы оставим ссылку, чтобы вы могли его повторить. Давайте приведем пример с данным глаголом. Уж то дал немогу выдржет. Уж то дал немогу выдржет. Уж то дал немогу выдржет. Уж лет неarche подмогу выдржет. Уж до дäm Oooh. Уж naprawdę чудово выдржет. Уж то д comprend. Уж то дonge. Герда жи опят выправила свой пребех. Герда жи опят выправила свой пребех. Герда се с ним выдала на цесту. 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 У него много значений. Например, чем, как только, кроме, раньше чем, пред тем как, до того как, пока. Когда мы его используем с «абы», то переводим «как только чтобы». Пожалуйста, запомните, что запятую перед «неш» пишем только тогда, когда после него продолжается предложение с глаголом. Герда се с ним выдала на цесту. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Kaj se samým štěstím ze shledání se svou kamarádkou rozplakal. Kaj se samým štěstím ze shledání se svou kamarádkou rozplakal. Kaj se samým štěstím ze shledání se svou kamarádkou rozplakal. Z okamu přitom vypadl kousek ďábelského zrcadla. Z okamu přitom vypadl kousek ďábelského zrcadla. Nyní už nad jím královna neměla vůbec žádnou moc. Nyní už nad jím královna neměla vůbec žádnou moc. Nyní už tomu konečně rozumím. Děti se společně vrátily domů a vše dobře dopadlo. Děti se společně vrátily domů a vše dobře dopadlo. Kaj a Gerda si zase hráli a poslouchali babiččiny pohádky jako dřív. Kaj a Gerda si zase hráli a poslouchali babiččiny pohádky jako dřív. Kaj a Gerda si zase hráli a poslouchali babiččiny pohádky. Kaj a Gerda si zase hráli a poslouchali babiččiny pohádky. Kaj a Gerda si zase hráli a poslouchali babiččiny pohádky. Kaj a Gerda si zase hráli a poslouchali babiččiny pohádky. Kaj a Gerda si zase hráli a poslouchali babiččiny pohádky.